Победа дворники и Динамо – это название спортивных сборных, которые составили старшеклассники и их отцы в Алдане. Необычные соревнования в преддверии Дня защитника Отечества прошли в школе с углубленным изучением отдельных предметов в городе Алдане. Сюжет нашего корреспондента Татьяны Вахниной. 23 февраля – не просто дополнительный выходной. В преддверии самого мужественного праздника старшеклассники и папы воспитанников школы с углубленным изучением отдельных предметов города Алдана померились силами и мощью в командных соревнованиях. На первый, второй, третий «Рассчитайся» так определились три сборные – победа дворники и Динамо. Сильнейшую команду определит эстафета. Передача палочки, ловля мячей, прыжки в длину, спортивный поединок включал около 10 этапов. В преддверии праздника всех мужчин 23 февраля в нашей школе ежегодно проводятся такие яркие мероприятия. И этот год не стал исключением. Подобные мероприятия проводились с участием пап, мальчиков. У нас очень отзывчивые родители, отзывчивые папы. Они с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях и показывают свою силу, ловкость, умение. Одно задание сменяет другое – страсти накаляются. Не менее, чем спортсмены, были напряжены и болельщики. Поддержать ребят и пап пришли одноклассницы и педагоги. Впрочем, определиться, кому отдать симпатии и предпочтения, зрительницам было непросто. Болеем вообще за каждую команду, потому что у нас мальчики в каждой команде. И мы хотим, чтобы победила дружба. Наши мальчишки лучшие. Самые лучшие. Победительницей стала команда, набравшая большее количество очков. Между тем, индивидуальные достижения имелись у каждой сборной. Строгие и взыскательные судьи не могли не признать, что силой, выносливостью и ловкостью игроки вовсе не обделены. Все они достойны того, чтобы носить гордое звание защитника Отечества. В качестве наград участники получили сладкие призы. Татьяна Вахнина, Сергей Шупачев, НВК Саха, Алдан.